Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем с фанеркой. В моем случае это 300 на 450 миллиметров. За кадром я уже ее шлифанул, чтобы не тратить ваше время. Но вам желаю приятного просмотра. Досмотрите этот ролик до конца. В ролике озвучу условия конкурса. Ну а я начинаю. На фанере нашел центр и при помощи сверла Форстнера на 38 делаю сквозное отверстие. Фанеру переворачиваю, так как эта сторона лучше обработана. Теперь берем кромочный фрезер и снимаем с него подошву. Подошву буду использовать как шаблон. После разметки сразу сверлю 4 сквозные отверстия. Беру фрезу диаметром 10 миллиметров, посадочная 6 миллиметров. Фрезу установил с выносом примерно 5 миллиметров. И при помощи фрезера выбираю внутреннюю часть нашей окружности. В работе сегодня использую кромочный фрезер Makita, который имеет плавный пуск и регулировка оборотов. И электронный контроль частоты вращения под нагрузкой. С мощностью двигателя 710 Вт. С максимальным числом оборотов 30 тысяч. Вес данного аппарата 1800 грамм. Длина кабеля 2,5 метра, но кабель мягкий и не перегибается. В комплектации имеется параллельный упор, адаптер для пылеудаления, который ставится очень быстро и крепится при помощи одного винта. В комплектации цанги 6,8 миллиметров, а также втулка 10 миллиметров. И два ключа 13 и 22. Приобретал я это все в магазине всеинструменты.ру. Это онлайн гипермаркет, где миллион товаров в наличии и с быстрой доставкой. В онлайн магазине вы найдете все для дома, для дачи, стройки и ремонта. Имеется огромное количество пунктов самовыдачи, а также имеется быстрая доставка. Онлайн магазином пользуюсь не один год и могу смело рекомендовать его вам. Ссылочку на магазин оставлю в описании под роликом. Также оставлю свой промокод ДЕЛАЙСАМ, который даст вам 10% скидку на весь аккумуляторный инструмент Макита. Друзья, но это еще не все. Сегодня объявлю вам о начале конкурса, в котором разыграем аккумуляторную дрель-шуруповерт Макита. Продлится он с 13 ноября по 20 ноября 2022 года. Принять участие может любой желающий, проживающий на территории Российской Федерации. Но необходимо выполнить ряд условий. Нужно быть подписанным на мой канал, подписаться на ютуб канал Макита Раша, а также на ютуб канал всеинструменты.ру. А также оставить комментарий под видео, участвуя. Но не забудьте в настройках открыть подписки, чтобы можно было проверить, что вы выполнили условия. Итоги конкурса подведем 20 ноября в 6 часов вечера в онлайн трансляции. Условия конкурса также продублирую в описании под роликом. Своей стороны желаю всем удачи. Ну а мы продолжаем делать нашу самоделку. Просырженные отверстия зенкую, чтобы шляпки винтов не выходили за плоскость. Немножко дошлифовываю орбитальный шлифмашиной. Также при помощи фрезера выбрал небольшое углубление, чтобы не мешал винт. Нам также пригодится еще один кусок фанеры, который при помощи струбцинк креплю к верстаку. Нашу заготовку устанавливаю сверху, просверливаю три отверстия и зенкую. И при помощи саморезов фиксирую. Рубашку фрезера креплю в посадочное место при помощи четырех винтов. И в принципе рабочий стол у нас готов. Устанавливаю кромочную фрезу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Теперь с легкостью можно снимать окантовку на мелких деталях Но я на этом не останавливаюсь и дорабатываю стол дальше Взял склеенный и скрепленный саморезами брусочек Также необходимо будет два брусочка, которые буду приклеивать и фиксировать саморезами Получил своеобраз толкающий упор Еще беру кусок фанеры, выставляю его по центру и зажимаю струбциной Фрезой по центру сделал пропил Теперь беру кругляк 10 мм в размер фрезы Буду вклеивать в паз при помощи двухкомпонентной эпоксидной смолы Направляющий при помощи силиконовой смазки немного смазал Так направляющий будет легче примещаться по столу После того, как эпоксидная смола подсохла Выставляю между фрезой и шпинделем 10 мм Для этого использую хвостовик 10 мм сверла При помощи струбцины хорошо зажал Все фиксирую к направляющей на три самореза По итогу получился такой шаблон для соединения шип-фаз Еще направляющую буду использовать по другому назначению Переворачиваю ее и выбираю паз Теперь можно фиксировать на различные расстояния к струбцинами И выбирать нужный нам паз Друзья, у нас получил с вами мини-фрезерный стол Который мобильный можно легко убрать И при необходимости достать, установить И сделать необходимые пазы, выбрать что-то Снять кромку и так далее Самое главное, что сделать его может каждый Надеюсь, ролик вам понравился, был интересен Если понравился ролик, обязательно палец вверх Пишите ваше мнение, что доработать, что видоизменить Вам же желаю крепкого-крепкого здоровья Всего самого хорошего Также не забудьте принять участие в конкурсе А я на сегодня с вами прощаюсь До новых встреч, пока-пока